Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня четверг, вечер, значит, в эфире передача «Натуре». Сегодня в студии я, Михаил Меркулов, мои коллеги Максим Киселёв, Дмитрий Ершов, лучший журналист по версии журнала «Мурзилка», ну, Максим, народный комментатор, ну и самое главное, кого мы сегодня пригласили, это человек, который может говорить прямо, открыто, с которым всегда интересно, это игрок команды «ЦДН» Зурапати. Здравствуйте. Зурап, спасибо, что пришел к нам. Сегодня у нас, друзья, предновогодняя передача. На прошлой неделе мы подводили итоги вторых дивизионов, третьих, третьего. Сегодня мы поговорим о премьер-лиге и поговорим о первом дивизионе. И в каждом блоке у нас будет свой гость и сегодня будет интересно. Но прежде чем мы начнем обсуждать внутренние наши перипетии, хотим выразить и сказать большое спасибо и поблагодарить Романа Саркисяна, игрока команды Успенской, за то, что согласился предновогоднюю нашу передачу записать в его заведение бар Джанго, который находится в Солнцево, Максим, да, правильно? Да, совершенно верно. Улица домостроительная, дом 1, корпус 1. Да, Новопеределкино. Всех приглашаем. Здесь действительно очень уютно, замечательно. Можно не только посмотреть футбол, прямые трансляции, но и поиграть в PlayStation. Действительно здорово. Но непосредственно давайте поговорим о западной премьер-лиге. Центральный матч Туры, все-таки, Зур согласись, был Титан-Мегатитан. Здесь, наверное, это дерби, да, никуда не деться. О нем поговорим мы, но все-таки, в первую очередь, начнем с твоей команды, был тоже очень важный матч, в первую очередь для вас. Вы играли против ФКСП. Поражение 4-2. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, поражение от ФКСП очень похоже на поражение от Мегатитана. То есть, по сути, по рисунку игры, просто очень даже идентично. Объясню. Команда, скажем так, противников играет более грамотно, садятся в оборону, ждут наших ошибок. Ждут того, что мы будем сейчас придумывать футбол. Мы так и пытались сделать, наверное, зря. За что и поплатились. То есть, нас просто ловили на наших ошибках. Вот и все. Не могу сказать, что нас переиграли. В футбол нас не переиграли. Нас просто поймали на наших ошибках. Это происходит каждый раз. Это индивидуальные ошибки? Или это психологические какие-то ошибки? Ты знаешь, на этот вопрос очень сложно ответить, потому что бывает, что это индивидуальные ошибки, бывает, что это какие-то общие ошибки. То есть, на этот вопрос я ответа дать не могу. Максим, ты прекрасно знаешь CDN изнутри. Скажи, пожалуйста, в чем кроется, возможно, основная причина бед сейчас о CDN? Ну, ты знаешь, раз уж так получилось, что близок я к этой команде, ну и к основной команде, и ко второй, да. Ну, то есть, приходил на тренировки, да, и вижу. Тут, на самом деле, я какого-то кризиса у команды CDN не вижу. То есть, здесь получилась такая ситуация, что CDN провел из, вот мы говорили, да, что 4 матча проиграны в 5 турах, но CDN при этом встретился с тремя лидерами, да, и имел место зимний футбол, в котором, в принципе, CDN, вот если брать матч с Мега Титаном, в большом счете не уступал этой команде, да. Ну, так же получилось, что эти игры, они выпали на зимнее время, и в этих матчах могло получиться все, что угодно. Здесь я бы не сказал, что какая-то закономерность в этих поражениях. Разве что, наверное, особняком стоит, конечно же, матч с Успенским, да, где CDN был, безусловно, фаворитом, но, увы, проиграл 3-2. Но здесь надо отметить, что просто блестяще выглядел Успенская по всем вот этим 60 минутам, которые они провели. Зураб, мы после матча с Успенским, ты был, по-моему, на матче? Да, конечно. Вот, после матча с Успенским, это же Вадим Фердцев нам в интервью говорил, что CDN, мы брали во внимание то, что играли с Титаном днем ранее и устали. Это действительно имело место? Я бы даже сказал не об усталости, а скорее о таком психологическом состоянии, немножечко, то есть нас поддели хорошенько. Этот матч нас задел реально. И во многом из-за этого матча у нас пошла такая серия неудачная, то есть буквально, можно сказать, что одна минута решила многое. Вот эта минута последняя, она решила действительно многое. И череда поражений, она оттуда идет. Что вот Альберт Осколков сказал тогда после Титанова, в раздевалке помнишь? Я помню, да. Ну, он сказал, во-первых, он нас поддержал, то есть никаких критических стрел или обвинения кого-то в чем-то не было. Просто поддержал и сказал, точнее попытался нас настроить на то, чтобы мы не сломались психологически. И как раз-таки предугадал, наверное, результат следующего матча с Успенским, сказав нам, чтобы мы как бы не ломались, готовились к Успенскому, потому что сейчас будет психологически сложный матч. Так и получилось. Действительно, Успенская только продлила вот этот негативный психологический фон для ЦДН. Но вот матчи были упорные, что с Мега Титаном, что с ФКСП. Единственное, я все-таки выскажу такое мнение, что все-таки ФКСП переигрывал. Если с Мега Титаном согласен, равная была игра, то вот мне показалось, что ФКСП все-таки переигрывал. Нет? Изнутри не казалось? Нет, мне так не показалось. Я могу сказать единственное, что после того, как мы пропустили два абсолютно ненужных голоса, своих ошибок, вот уже тогда, может быть, стал чувствоваться какой-то перевес, потому что снова появилась неуверенность, снова появились мысли о том, что вот опять как так. То есть я вернусь к тому, о чем сказал, что наши ошибки нам же и мешают. Я не могу сказать, что ЦДН слабее в целом по составу какой-либо вообще из команды ЛФЛ. Нет, здесь я даже спорить не буду, по составу я согласен, вы одни из топовых команд, при том, что у вас часто, да практически всегда сбор, да, то есть нет, когда каких-то лидеров нет, но вот чего-то не хватает. Максим, как ты думаешь, Дим, тоже, что вот ЦДН не хватает вот со стороны? Наверное, командного чемпионского духа, вот это вот, не сломить, ну, чтобы команду нельзя было сломить в каких-то моментах. Но здесь у меня на самом деле другие вот вопросы к Зурабу есть, связанные с позициями. То есть мы уже привыкли, ладно, не замечаем мы того, что ты играешь не на позиции форварда, а где-то с флангой, все хорошо, к этому привыкли, свыкли, но сейчас уже настолько очевидно, что Майдум Майга, он не может играть в обороне, мы с ним разговаривали после матча, но он уже даже в улыбке расплылся, когда оказалось, что действительно, и мы это тоже заметили, то есть вот почему это все равно происходит, и это уже череда целых таких перестановок. Ну, во-первых, Мамаду улыбается всегда, он мог просто улыбаться, но на самом деле, да, есть все перестроения, позиционные, да, назовем это так, у нас элементарно на эту игру не было номинального правозащитника. Девочек. Он был, да, но, скажем так, тренер все-таки решает и определяет, да, видимо, Мамаду должен быть обязательно в составе, и в общем, неважно на какой позиции. Потому что он улыбается, да? Ну, кстати, вот Зурик здесь так завоодержан сарказмом, это говорит, Мамаду провел, мне понравилось, как он сыграл в этом матче, но он сыграл действительно, наверное, не на своей позиции, но это очевидно, да, и может быть действительно, Мамаду просто надо ставить, вот, потому что надо где-то. Ну, мы вот как раз с Димой, когда комментировали матч, да, отмечали, что в игре не присутствовало, уже Макарова не было, да, и получается, что Воробьев был, ну, единственным центральным полузащитником, и мы были уверены просто, что Мамаду и Воробьев будут меняться, поскольку еще помимо Девченко еще и Павлов, да, был, вот, но тут мы увидели, что Мамаду опять вышел в старте правого защитника, выходит, что Альберт Николаевич Осколков видит Мамаду именно на позиции защитника в команде. Нет, он не видит Мамаду на позиции защитника, как раз таки наоборот, он видит его в полузащите и ближе к атаке, то есть человека, который может что-то придумать впереди. В этом матче, повторюсь, это была скорее вынужденная мера, но отталкиваясь от тренера, то есть это тренерская, как бы, мысль и это его идея. Вот, у меня такое ощущение, знаете, что иногда тренера заигрываются, например, вот, чем мне нравится Михаил Лунин, у него четко выстроена всегда схема игры, и он не бросается из крайности в крайность, и у него, в принципе, играют все по позиции, да, чего нет во многих командах. Вот, у меня такое ощущение, что Альберт Николаевич Осколков сейчас начинает вот именно мудрить что-то. Вот, когда он приходил, и когда мы отмечали, что с ЦДН, у него есть сейчас стабильность, у него есть какая-то дисциплина, он просто ничего не выдумывал. А сейчас, мне кажется, вот это начинается искание чего-то там, чего поединяй на поверхности лежит. То есть, Мамаду с краю там, потом читая с краю будет играть в полузащиты, да, Мамаду слева в защите там и так далее. Вот нет такого какого-то поиска тренерского оптимального решения? Вполне возможно, я не могу знать, я лишь могу видеть, что, допустим, да даже по себе я могу сказать, что я играю там на позиции кранего полузащитника, ну, порой оказываюсь просто в защите. Вот, это может меня не устраивать и так далее, но это тренерское решение, и он главный. Ну, здесь вопросов нет, все футболисты, тем более, вот, первая-то четверка точно, это все либо профессионалы действующие, либо которые закончили, и такого там не выполнять, у такого, наверное, 95% естественно нет. Но ты чувствуешь, что идет какое-то вот перестроение, которые вот идут, поиск чего-то там, и вы не можете вот найти? Конечно, потому что есть предпосылки, есть поражения, то есть отсутствие результата, естественно, как бы мы устроены так, что мы будем пытаться что-то исправить, наш человеческий мозг, соответственно, здесь Альберт Николаевич тоже пытается что-то исправить, пытается как-то направить все в нужное русло, ну, используя, естественно, свои какие-то ресурсы. Ну, вот вам не кажется, друзья, что, Дим, в общем, что вот начинает он как раз выдумывать велосипед. Ну, и голову, правильно говорит, Зураб, голову у человека не залезешь. Лишь хочу напомнить, что с Мега Титаном, с чего вся заваруха-то началась, Майга Мамаду тоже, по-моему, играл в обороне, и, по-моему, первый гол как раз с правого фланга, когда... Подскользнулся? Подскользнулся там, да, ну, то есть, вот... Там и я был немножко виноват, я ему не очень хорошую передачу отдал, и, наверное, поэтому он и подскользнулся. Там так, ну, можно сказать, подсунул. Ага, ага, интересно, очень интересно. Ну, вообще, ЦДН одни из самых техничных футболистов в западной премьер-лиге точно. Это ты, это Чита, это Макаров, тот же Гейтслер. Вот, скользкое зимнее поле. Мне кажется, как раз для вас это плюс, это убрать на замахе, проскочить. Но вот почему-то это плюс, вы не можете, вот... Понимаешь, тут ты все верно абсолютно сказал, я с тобой полностью согласен. Но с приходом Альберта Николаевича, опять же, у каждого тренера свое видение игры. И он нам навевает и прививает немножечко другие моменты. То есть, мы стараемся играть в два касания, строить треугольники. То есть, ну, не буду дальше углубляться, чтобы там всех секретов не раскрывать. Но то, что было раньше в ЦДН, индивидуальное мастерство, быстрые там какие-то проходы, то есть, выходы в атаку, уже немножко у нас игра изменилась. Поэтому, ну, с приходом нового тренера. Максим, баланс есть в команде ЦДН? Я думаю, что да, вполне есть баланс. И соглашусь с Урабом, потому что ЦДН сейчас перестраивается именно на комбинационный футбол. Я не говорю, что играли до этого не комбинационно, да. Но, тем не менее, да, вот приоритет игры именно в пас, да, и уход от индивидуальных действий, это видно вообще в целом по команде. И так уж вышло, что ЦДН выпало играть с лидерами именно вот по снегу, по льду. И вот на таком поле очень трудно эти качества и проявить. Ну, так у ЦДН-то они выше, Максим, вот в чем дело, чем у любого другого коллектива. При том, что я беру даже ФКСП и Мега Титан. Индивидуально это там люди сильнее. Так вот в том-то и дело, что Альберт Николаевич, как Сброп сказал, что делает ставку именно на игру в пас, да, что было сказано. Три треугольники, игра в два касания друг с другом. И уход именно вот от этих вот обводок, да, это индивидуальных действий, которые очень сложно играть в пас на льду. Зураба, не буду спрашивать вопрос. Максим, у тебя, наверное, тоже. Дим, получается невыбранная тактика? В смысле невыбранная? То есть неправильно выбранная тактика, Осколкова, была на эти встречи? Ну, я, во-первых, не считаю, что в ЦДН собраны футболисты сильнее, чем в КСП или в Мега Титан. Некоторые индивидуальные есть, я, на мой взгляд, считаю, что Чита и Зураба, да, превосходят. Тут превосходят того же Бирюкова или Пейменова. Ну, мы не берем атакующие между потенциалом. Я считаю, что посильнее Алумоны, например. Да, там, посильнее сейчас Кутузова, точно. Ну, Кутузов при этом играет в Мега Титаник. Нет, расскажите, вот, про тактику. Ну, сейчас мы не будем сравнивать, да, вот, как ты думаешь? Тактика, ну, здесь расстановка, расстановка позиций в основном, да, тактика, играть в касание или же обыгрывать. Ну, на мой взгляд, фланги должны всегда лезть в обыгрыш. То есть, ну, это какая-то уже тенденция современного, да, футбола, фланги всегда должны обыгрывать, пытаться как-то обострить. Потому что иначе никакой опасности ты просто-напросто за соборовки не получишь. Зураб, запрещается ли тебе где-то обыгрывать? Нет, не запрещается ни в коем случае. Впереди нам разрешается обострять, но перестраиваться на другой футбол, все-таки на это нужно время. И нам не было достаточно времени еще с Альбертом Николаевичем, чтобы привыкнуть к тому, что он нам как бы дает. И это нормально, на это нужно время. Ну, и к вот этим поражениям от лидеров вы так же относитесь нормально, я имею в виду, в команде как? Ну, то есть, пониманием или? Ну, сложно сказать. Каждый, наверное, как-то по-своему реагирует. Те люди, у которых есть вот этот дух победителя, которые не любят проигрывать, они грызут себя. И, конечно, после любого поражения, например, после поражения от Титана, ну, было ощущение, что... Ну, было очень странное ощущение внутри. Как будто бы ты вроде проиграл, но проиграл команде, которая, ну, слабее. То есть, вот такие ощущения. А это еще более неприятно, нежели просто проиграть команде, которая там в данный момент, допустим, к примеру, ФКСП явно сильнее нас. Но это очевидно. Ну, командно. В командной игре, да, конечно. Им не так было обидно проиграть, как было бы обидно проиграть Титану. Ну, а вот про Титан. Титан зато более сейчас, как на мой взгляд, более куражный и, так скажем, более эмоциональная команда. И, кстати, тот же самый Майга Бамадур сказал после матча, что не хватало АЦДН-агрессии. Вот ты согласен? И какой агрессии? Вот что вы вкладываете в это понятие? Полностью согласен. Он имел в виду, что не было грязни за каждый мяч. Только так можно выиграть. Тем более в матчах, которые решают, которые за 6 очков, можно выиграть только выходя на поле и давая бой сопернику. А идти в отбор там на полу согнутых и где-то не поставить ножку, ну, это классика. Ты проиграешь. Ну, а откуда вот это берется? Это шапка закидательства или что это? Ну, вот на этот вопрос я, к сожалению, не могу дать ответа. Наверное, нужно как-то уметь заряжать, что ли, себя, если тебя не заряжают извне. У вас нет какой-то эмоциональной установки? Ну, у нас, опять же, повторюсь, установка направлена на то, чтобы нам объяснить, что от нас требуется. Больше вот к этому. У Альберта Осколкова такой более европейский подход, когда тебе дают понимание того, как ты должен играть, да? А уже там настрой и так далее, ты должен уже сам. То есть, это полная противоположность, на мой взгляд, Дмитрию Смирнову, да? Можно так сказать? Можно, да, и так сказать. То есть, ты и Диму слышал, да, и вот Альберта. Я, к сожалению, ни разу не присутствовал на установке Альберта Осколкова. Поэтому здесь Зураб, наверное, он может более точно сказать. Ну, да, если позволишь. Так вот, может быть, сейчас Маурини, да, не самый популярный тренер, да, в силу последних результатов. Но, тем не менее, тренер великий, никто этого отрицать, наверное, не будет. Он, как-то его спросил журналист, даже, по-моему, наш российский журналист в Лиге Чемпионов спросил, а вот почему вы проиграли, почему команда проиграла? Может быть, не настроились на матч? Маурини просто даже вопрос такого не понял, что спросили. То есть, профессионализм игроков таков, что игрокам не требуется какая-то дополнительная мотивация. Вот я думаю, что у ЦДН тоже, наверное, такие мастера собраны в команде, что, наверное, не требуется настраивать дополнительно. Возможно, ты и прав, но по факту, факт остается фактом, что той самой нужной агрессии, о которой сказал Мамаду, ее действительно, правда, не было. И ни в одном из матчей с лидерами. Дим, ты с Мамаду на каком языке общался? На русском, разумеется. Вы нормально говорили? Шикарно. Серьезно? Серьезно, да, прекрасно говорили. Ну, шикарно это громко сказано. Ну, может быть, конечно, словарный запас не настолько большой, но все понимают. Ну, у Гатаговых-то и того нету даже, на самом деле. Давайте сейчас включим матч ЦДН-ФКСП. Начнем его смотреть. Зураб, ну, прекрасно помнишь все мячи, но у меня вот до игры мне сказали, наверное, Максим, ты тоже внимательно слушай этот вопрос, что у ЦДН нет топ-голкипера. Вот, и первый мяч, вот вы видите, да, сейчас на экранах именно пускает Кашкашвили, где игра была в принципе равная, вот, и первый гол, мне кажется, он таким стал ключом. А при чем здесь вратарь вообще, этот гол? Ну... Там рикошет, ничего никто там не поделал бы. Ну, все-таки, вот, на мой взгляд, именно Кашкашвили первый гол. Ну, ты знаешь, я, наверное, с тобой не соглашусь, потому что, действительно, я в этот момент был на поле, и рикошет был, ну, типичный, вот этот неожиданный рикошет, от которого ты просто не ждешь. И это, пусть это звучит, наверное, банально и как-то в оправдании, но нам действительно не фартип в последнее время. Наверное, это связано с тем, что мы не заслужили фарт, но, тем не менее, нам не фартип. Ну, вот, Максим, вот, я говорю, общался я с человеком, ну, несколько дней назад, он мне сказал, что как раз ЦД не хватает вот еще и топ-голкипера. Вот это можно принять за правду такое мнение? Ну, банальной фразой можно ответить, что футбол играет не имена, а люди. Согласен, но Кашкашвили, это топ-вратарь, я вот к чему. Я не спрашиваю, там, известный Кашкашвили или нет, он топ-вратарь сейчас для ЦД. Ну, если он все время, сколько находится в команде, играет все время практически в стартовом составе, да, и практически, сколько, наверное, 80% матчей в сезоне. Ну, альтернативы нет. При разных тренерах, почему? Есть второй вратарь, есть Котов-вратарь, да, вот, и его постоянно ставят, не секрет, что он является неотъемлемой частью коллектива, да, присутствует на всех мероприятиях, на всех тренировках, он просто, то есть, часть этого организма, ЦДН. И, в принципе, раз уж если мы называем ЦДН топовой командой, а мы ее называем, да, то я считаю, что и Жору вполне можно назвать топовым вратарем. Ну, может быть, у него нет там каких-то супер достижений, там, побед в Лиге Чемпионов, да, или чемпионатов, но уровню команды, на мой взгляд, он соответствует вполне, и некоторые матчи просто вытаскивают. Допустим, там, с Мегадистаном какие-нибудь чудеса творил, сколько он отразил ударов. Ну, вот я с тобой, пожалуй, Максим соглашусь, да, и я тоже все-таки склоняюсь к тому, что Жора, ну, может быть, прям топ пока еще рановато, может быть, назвать, да, наверное, а, в принципе, близко где-то, он, ну, ты правильно сказал, он соответствует уровню ЦДН. Согласен? Конечно, соответствует, это бесспорно, и я вот хотел такую небольшую ремарочку. Мне кажется, в ЛФЛ топ вратарей вообще нет, поэтому такая немножко формулировка неправильная. А топ полевые игроки есть? Тоже нет. Можно говорить, топ был фэйл. Ну, мы можем пятерку топовых. Не, ну, такие, знаешь, когда вот вытягивают просто матчи, вот один из топовых был Чайкин из ФКСП, он, я говорю, мог просто мячи мертвые вытащить в нужный момент, вот в чем дело, да, то есть, когда вот именно надо, Лихонин мог так выручить. Вот у Мега Титан всегда была проблема как раз именно вот с тем, чтобы голкипер, да, вот в нужный момент выручал. Сейчас вот мы смотрим за Титаном, да? Да я вспомнил просто... Ну, с ЦДН он три мертвых момента. Он, да, спас там, вы должны были забивать, а он вручал. Он был 4300, кстати, там поджали. Да, 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 понимаешь, вот в чем дело. Кстати, с Карасичем у нас будет интервью на этой неделе, поэтому очень интересно. Он, кстати, с Красноярского, но об этом можно будет почитать. Ну, Азураб, сейчас ФКСП на первом, Титан на втором, Мега Титан на третьем, ЦДН на четвертом. Все вот в порядке, так как силой расположено правильно? Конечно. Это всегда так. Таблица всегда показывает и указывает на то, на что наиграл. ЦДН на четверку наиграл? Максимум пока что. Пока так. Пожалуй, с тобой тоже соглашусь. Еще был матч Титан, давайте о другом поговорим матче, Титан, Мега Титан. Азураб, скажи, правда, смотрел ли ты его? Я смотрел небольшой обзор, то есть приблизительно я в курсе событий, Насколько я знаю, там какой-то сюрприз преподнес кто-то кому-то. И был или сюрприз, и сюрприз ли? Может быть где-то в раздевалке. Нет, на самом деле, то, что перенесли матч, во-первых, на октябрь, это, как вы думаете, плюс или минус? Ну, честно говоря, я вообще не понимаю, как такое могло произойти. И будут ли разрешать в следующий раз, допустим, захотел бы ЦДН сыграть с ФКСП, не на октябре, а я не знаю, там, в Зеленограде. Разрешат ли им или нет? Я думаю, что вряд ли. Вот, но почему им разрешили? На мой взгляд, если ты играешь в западной лиге, если у тебя есть внутренний чемпионат, ты должен на западе играть в свои матчи. Ты согласен полностью. Я согласен, потому что получается, что условия разные. Ну, после матча, кстати, Алексей Медведев в интервью с ним после матча сказал мне, что в принципе, ну, дашь на дашь и получилось. Да, есть подогрев, качество получше, но не видно разметки раз, размеры поля другие, это совершенно по-другому играется два, и плюс плохое освещение три. Об этом и речь. Другие условия, другое поле. И неважно, плюс это или минус для вас, просто другое поле. Да, и самый... Более того, у Запада есть болельщики, есть эксперты, которые заслужили, в общем-то, прийти на стадион, да, их немного, в Халада немного людей ходят на стадион, но они заслужили вот своими посещениями, чтобы этот матч проходил именно на осетании. Согласен. Да, может, для кого-то это не важно, но найдутся обязательно 10 человек, для которых это имеет какую-то роль. Ну, я с тобой согласен, да. Но игра получилась вообще топовая, была такая именно... Может быть, футбола было не так много, как могло бы быть, но вот то, что была жажда борьбы, и то, что этот матч очень важен, это было видно прямо на расстоянии. И я скажу, что я увидел, как... Ну, мы обычно комментируем из комментаторской, и не всегда слышно, что кто кому что говорит. И здесь мы были на бровке, потому что там нет комментаторской, вот, и оттуда комментировали. Так я Пименов так напихал, Кутузов, ребята, вообще, это я... Ну, это было мощно. Там Пименов и нам напихал, при том, что напихал, когда гол не был засчитан, сейчас мы об этом поговорим еще, не был засчитан, и он на нас кричал, где резервный почему-то. Собственно, это так. Он играть-то успевал. Он пытался, он кричит, где резервный, и на нас. А мы комментируем, мы... Ну, что мы сделаем? Резервный вообще в другой стороне. Вот. И действительно, это показало, насколько был нокаут игры. Вот. Сейчас мы смотрим, включаем матч Титан-Мега-Титан, посмотрим, забитый мечит, было всего два забитых, примерно они были похожи на добивание, пустые ворота. Но, пожалуй, два ключевых момента я сейчас назову. Зураб, скажи, пожалуйста, мне фаворит, кто был вообще, кто думал, должен был или мог бы выиграть? Из этой пары лично для меня по ощущениям играл и с теми, и с теми. Не так давно фаворит, Мега-Титан. Причем явный. Почему? Сможешь сказать? на мой взгляд, в LFL в формате 8 на 8 всегда побеждает команда более грамотная, более опытная и та, которая играет в умный футбол. Титан ближе к нам по стилю, то есть, такой немножечко инфантильный футбол, местами. А вот Мега-Титан играет грамотно, на опыте, так сказать. С такими командами всегда неприятно играть. Ну, плюс Мега-Титан, я напомню, проиграл прокуратуре 5-0 в прошлые выходные, и там просто были разборы внутри коллектива, я имею в виду руководство, тренеры, вот в этой стезе, вот, были очень серьезные, там, конечно, Александр Голевец, когда на предматчеваемый интервью мне говорил, он уже, я видел, что он уже где-то отречен, и говорит уже на автомате, потому что был настолько серьезный разговор, что он уже был весь в игре, и ему очень важно было не проиграть. Вот этот матч, потому что, если, ну, проиграли бы, то, я не знаю, Игорь Кротков бы, ну, просто с ума посошел бы. Но Мегатитан действительно предстал очень организованной командой, злой, по-спортивному, очень цепкой, очень, такой сбалансированной именно в этой игре, были какие-то перестановки, Александр Голевец сделал все, в принципе, грамотно, что мне понравилось, не переигрывал, что называется, да, и был ключевой момент, о чем я говорил, во втором тайме Терентьев попадает в штангу, и мяч, вроде как, пересекает линию ворот, вот есть даже две нарезки, мы покажем зрителям, там уже сами, каждый делает выводы, сам, видел кто момент, этот? Конкретно с этим эпизодом не видел, только дал. Вот, ну, на мой взгляд, ближе к тому, что мяч пересек линию, но, хочу сказать, что Василий Лазийский отработал просто великолепно, шикарно, вопросов к нему нету, а мяч действительно очень сложный, много борьбы, накалу, постоянное давление с бровки, с обеих сторон, здесь вообще не очень сложно было ему, но здесь вопрос к резервному, вот в таком бы случае, что бы ты сделала? Ну, вел бы ВАР, наверное, вел ФР, другого выхода я не вижу, ну, действительно, и как ты правильно сказал, ты посмотрел два повтора, все равно не до конца понял, и, наверное, нужно не давать бить по своим воротам, чтобы не было таких ситуаций, или, 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 я к тому, что забивать, все-таки, надо, так, чтобы из сетки уже просто выносили этот мяч, и вопросов не возникал, да, или так, но все-таки здесь еще, напомню, что действие резервного арбитра, на мой взгляд, он все-таки должен был находиться, ну, чуть ближе к, его нашли, его нашли, во-первых, Пименов искал резервного, его нашли, он был на другой стороне, соответственно, после игры, после игры, после игры, кстати, Пименов остался пообщаться, за что ему вообще, респект, уважуха, потому что он был самым эмоциональным, вот, на поле, там, он столько кричал, он там бился, он падал, кричал, там, просто вырывал каждый мяч, ну, было здорово, вот, после этого у Мегатитана был банкет, собственно говоря, на котором они тоже замечательно посидели, кстати, ну, подраскрою секрет, Пименов, как в иронии судьбы, собственно, заказали ему такси, он сказал, молодежное, увезли, по-моему, в Химки, я так понял, а ему надо было на молодежной, нет, или наоборот, мы его привезли на молодежную, а ему надо было в Химке, ну, или что-то как-то вот так получилось, он приезжает, он приезжает, он говорит, а где, я вообще не знаю, ну, вот такая ситуация. Зурам, скажи, пожалуйста, у вас был, что-нибудь, корпоратив, что-то похожее? У нас, буквально на днях, намечается корпоратив, всеми, тремя командами CDN, то есть, всей системой CDN, если так можно выразиться, в четверг, вот мы и планируем собраться, и уже будем сплочаться. Макс, ты идешь? Да, Ты от какой команды? Максим, мы ждем от тебя каких-то, да, репортажа, репортажа оттуда. Хорошо, в начале такой банкеты, и в конце, чтобы не снимать и схемок там, да, и так далее, да. Напомню, что после этих выходных у нас не осталось команд, которые не теряли очки, дробь, скажи, пожалуйста, ФКСП и Титан, они весной уже будут спорить за первое место? Это уже, так скажем, дело решенное? Ну, скорее всего, да. Если не произойдет ничего там сверхъестественного, то да. Например, как то, что CDN в прошлом сезоне практически не проигрывала лидером. Поэтому мы можем забирать очки, и мы это сделаем, поэтому постараемся в 10,3 в 2-ом круге. Да. Ну да, вот в прошлом году как раз вам не хватало игры побед с середняками, то и в этом году у вас наоборот. Вот что-то не хватает с лидерами. Так, ну, два матча мы поговорили центральных, естественно. Еще один матч, который был у нас в эти выходные, это Успенская Вера у нас Вер 20-10. У нас есть, кстати, видео, пока вот оно у нас крутится, отметил такую интересную вещь, что в этом матче все пять мячей забили футболиста Успенского. Бывшие или нынешние. Если за Успенска забивали, ну, естественно, их футболисты, там, Цаи, Шалыгин, Грибанов, то за Вер 20-10 забивал Бирюков и Горбенко, которые, собственно, совсем недавно еще были, Горбенко и Бирюков начинали сезон в премьер-лиге за Успенская. Дима, да, видел этот матч, 3-0, а что, потом расслабилась Успенская? 2-0, 2-2 и потом уже были страсти, да, закипела интрига, закипели страсти. Успенская хорошо начал, в общем, в первом тайме могли решить судьбу всего противостояния, забей там два или три больше мяча, а в итоге 2-0 и Веер смог, в общем-то, камбэкнуть этот матч 2-2 во втором тайме за 20 минут до конца встречи, ну, очень серьезную себе валидольную концовку обеспечил успех. Но Вееру опять не везет, вот, с ФК Испании пропустили, да? Вееру не везет со своей скамейкой запасных, с ее отсутствием, вот, не везет, и, конечно, ты в конце будешь, особенно на зимних полях, ты будешь, конечно пропускать, ты будешь где-то не досматривать за своими соперниками, кого-то, кого-то упустишь, и только на скользком поле разберется один в один, допустим, с центральным защитником и просто забьет. То есть, Вееру, конечно, не хватает в плане организации немножко, и поэтому, собственно говоря, вот эти все трансферы, да, из Успенского, ну, забирают, да, потихонечку, чтобы хотя бы на игры приезжать там с двумя заменами. Ну, вот бывшие футболисты огорчили, видишь, наверное, для них это была принципиальная игра. Дураб, скажи, пожалуйста, играю против Успенского, многие отмечают, что это команда, которая играет в футбол, в принципе, она не закрывается, согласен? Про Успенского могу сказать только хорошее, с нами они показали, что, как нужно настраиваться на игры, и как нужно вести борьбу, и в каком психологическом состоянии нужно подходить к матчу. Они просто нам показали. Ну, и у нас, по сути-то, матча было не так много, вот, ну, центральный мы, естественно, обсудили. Давайте сейчас посмотрим турнирную таблицу. Здесь мы уже говорили о том, что первая четверка, так скажем, команды, которые будут у нас распределять места по весне, вот, портер, транс-контейнер идет, это вот еврокубковая зона, Дим, по-моему, с тобой, а, нет, не с тобой мы разговаривали, я уже не помню, а транс-контейнеры мы говорили, о том, что вот кто может попортить нервишки-то, да? Да, транс-контейнер, тот же портер, транс-контейнер, да, они могут, и, как уже стало ясно, Успенская вполне могут попортить всем. Ну, если портер, Успенская все-таки команда настроения, так скажем, да, то есть они могут обыграть, но, так скажем, 50 на 50, да, то есть, что называется, какой наги встанут, но вот транс-контейнер все-таки более такая команда сбалансированная, да, более понятная, то есть, может, вот она может действительно вклиниться в борьбу за чемпионство в плане того, что разделение мест как раз будет. Вот, соответственно, Гатаков занял, у нас позицию в серединке таблицы, ЛЧО, ЛЧО, кстати, не играл ни разу с прокуратурой, а они сыграют в апреле, по-моему, и как раз ЛЧО приедет со сборов, будет очень интересно, поэтому ЛЧО потенциально может отобрать очки у ФКСП, ФКСП, кстати, будет уже в режиме двухразовом играть. Зуропа, это всегда тяжело, когда Еврокубки или чемпионат. Конечно, в первую очередь психологически. Ну и замыкает у нас турнировую таблицу, это ЦСКА 84, вот единственное, от чего мы ждали большего, потому что нам обещали о том, что приедет тот же Инбайев, приедет еще какие-то футболисты, но собственно, никто не приехал, к сожалению, мы видим только обойски мячей, Зуропа, к сожалению, последняя победа именно на ЦСКА 11-1. Покуражились. Да, тяжело было не выиграть. Тяжело, и соответственно, после этого такое ощущение, что расслаблено. Я, кстати, заметил такую вещь, что команда, иногда, которая выигрывает крупно, так скажем, извините меня за выражение, потом, кстати, тяжело собираться на многие матчи. Да, это постоянно происходит, и в LFL это происходит гораздо чаще, чем в профессиональном футболе, потому что, как известно, в LFL в лигах не так много команд сильных, на которых нужно правильно настраиваться. Это, кстати, потом мешает на еврокубковой арене? Ну, опять же, зависит от того, как и с кем-то играл последнюю игру. То есть, ну, по большому счету, если настраиваться и быть вот именно агрессивными, голодными постоянно, то никаких проблем не будет. Но вот этот вот рецепт, его нужно найти. Ну, это, наверное, к тренерам больше. Точно не ко мне. Давайте поговорим, подведем итоги. Вот первая часть чемпионата. Посмотрим на таблицу бомбардиров. Здесь пятерка такая, Кутузов 27 забитых мячей, один с пенальти. Дальше Агапцев 20, да, Дим, я буду отмечать это весь сезон. Агапцев 20, Медведев 16, Борькин 15, Корчагин 14. Все без пенальти, все чисто с игры. Зурак, нет у тебя? Там есть, там где-то 14. Нет, я имею в виду в этой пятерке. А, я полузащитник отныне. Возможно, даже в латерале где-то моментами. Аргументированно. Больше вопросов по бомбардирам я не имею, но здесь достаточно большой отрыв Кутузова. В принципе, Агапцев может только подобраться, знаю, что есть матч с ССК-84, всякое может произойти. По ассистентам Агапцев 15 забитых передач, прошу прощения, Киселев 12, Пестрицов это, чего напомню, 11, Крылов 11, Бирюков 11. То есть, вот такая у нас пятерка здесь. Соответственно, Зурай, на удивление нету с СДН никого. Я сейчас не спрашиваю про тебя, вот не го плюс пас. У нас говорят вообще плохо после игры записывают там ассистентов, поэтому, может быть, это как-то с этим связано. Но на самом деле, если серьезно, то СДН в этом сезоне в целом как бы не на том уровне, на котором хотелось бы, поэтому пока, вот как я сказал изначально, мы на стадии некого становления, наверное, потому что новый тренер и новая игра. Ну и по голд плюс пас по как это он хелл говорят бомбардиры. Агапцев на первом месте 35 вот кто проводит, вот провел точнее первую часть феноменально и возможно, что как раз ему-то и его-то и не хватило. Ты знаешь, кстати, Агапцева? Да, я узнал его в матче с СДН. Ну, я имею в виду, так ты не пересекался с ним. Нет, не пересекался. Вот, был он в отпуске, кстати, на мой взгляд, его не хватило. Агапцев 35 и Кутузов 29 баллов. У Кутузова всего две голевых передачи. То есть, можно подумать, что жадничает форвард Мегатитана. Медведев 24 балла, Корчагин 23 балла и вот такое разбавление немножко этого квартета. Это Менченков. У него 20 набранных баллов. немножко хоть так разбавил эти фамилии. Молодец Менченков. Ну, потому что тянет он Портер и Портер строится вокруг него. И это, не знаю, плюс или минус. Ладно. И отметим, мы никогда не отмечали ни в одной передаче наших вратарей. на вот собственно говоря, те голкиперы, которые провели от 10 до 20 матчей. Мы сейчас берем на первом месте. Зураб, угадаешь ли? то есть с наилучшим процентом? да. Далеко ходить не надо сразу. Забегаю. Вратарь ФК не угадал твой партнер, это Георгий Кашакашвили. У него 13 матчей и коэффициент 1.15. Вот. Дальше идет Сергей Лихонин 10 игр 1.3 коэффициент и третье место Савоськин 1.62. Я тоже думал, как же так? Нету ФКСП. Хотя они там пропустили. Они Титан пропустили меньше всех, а их вратарей даже нет пятерки. Но они провели, ну судя по статистике, меньше 10 матчей. Поэтому получается, что у Карасевича 6 матчей коэффициент 0.83 и у прокуратуры 21 пропущенный мяч. А у Титана вообще 15 пропущенных мячей. Основным голкипером мы считаем Карповым, но у него вообще 9 пропущенных и коэффициент отраженности 1.11. Вот так вот. Но они провели меньше 10 матчей. Поэтому как считать, здесь вообще очень сложно у голкиперов. Вот действительно и ты правильно сказал, слово топ очень сложно кому-то действительно в данной ситуации применять. Хотя вроде бы и те, тот хороший, этот хороший, но тот провел меньше матчей, а тут была ротация. И непонятно, как считать, кого признавать лучшим. условно. Может быть вообще не считают тогда. Или вообще не считают, но тогда обидится точно. Просто одеть и хвалить. Всех. Всех. Индивидуальные призы. Максим, да. Если позволишь, дамотно, затронули, ЦСКА-84, отдельно можно тоже отметить вратаря и в то же время Голиадора. Мне очень понравилось вопросинке журналистов, как Дима отметил, что приз зрительских симпатий получает Александр Криворучко. Из ЦСКА-84 это вратарь, который поиграл в премьер-лиге профессиональный, в ФНЛ, во второй лиге колоссальное количество матчей провел за разные команды. Но он играл за ЦСКА-84 на позиции форварда и 6 мячей забил. Кстати, вот и ЦДН тоже забил симпатий, если позволишь. Я позволяю без проблем. Друзья, ну, мы Зурабанти наконец-то отпускаем. Зураб, Новый год вот-вот. Пожелай что-нибудь зрителям, команде, может быть, семье. Да, я пожелаю всем здоровья крепкого, радости вам, вашим близким, радости. И просто будьте счастливы. Ну, тебе удачи за ЦДН и в новом году, естественно, побольше забитых мячей и титулов. Спасибо большое. Зурабанти был сегодня в студии, а мы продолжим через несколько секунд. Возвращаемся мы в студию передачи на туре. Ну, и поговорим мы теперь о первом дивизионе, подведем итоги перед Новым годом, перед паузой. И сейчас к нам в гости пришел Ливан Джиоев, представитель и главный бомбардир и капитан команды Алания. Ливан, добрый вечер. Господа, приветствую. В принципе, представил неплохо. Нормально? Мне понравилось. Почему особенно рады тебя видеть, да, обычно мы приглашаем людей из команд, которые выигрывают, ну, матчи, да, и с хорошим настроением идут. Спасибо, что намекает, что мы не проиграли. Команда, ну, в эти выходные вы проиграли, вот, и всегда интересно тоже послушать из команды проигравшей, да, что, почему. Алания в этом сезоне для нас была, ну, в начале точно интересно, была в лидерах, и потом резко раз, я знаю, что ты в соцсетях говорил о том, что это специально, вы проиграли, чтобы груз ответственности снять, но все-таки, мне кажется, уже затянулась эта серия черных полос, что, как и почему, во-первых, давай с последних матчей начнем, с констант, такой южно-дерби, можно сказать, было, да, проиграли, ну, на мой взгляд, без лишних слов. Ну, счет неприятный, конечно, да, проиграли 8-4, кстати, почему-то на сайте висит 9-4, но в такой ситуации уже не суть, действительно проиграли с неприятным счетом, да, и сам по себе факт поражения, более того, 12 матчей ни одной победы, но это катастрофа, конечно. Непосредственно по матчу, на самом деле, мы-то довольны остались результатом, почему? Потому что мы ехали играть в шестером, у нас все разъехались, было предложение перенести матч, это не в адрес соперника, нет, но даже мы понимали, что можем просто физически не собраться, но в итоге нас было шесть человек, разъехались, ребята разъехались, кто-то заболел, и как-то вот так совпало, наверное, первый раз, второй раз, с интеросом так еще было, за сезон, и в итоге мы приехали, на шесть человек собралось, и в последний момент доехал седьмой, по сути, наш тренер, да, ну и вот сыграли, но дело даже не в этом, Константа, понятно было, что они выиграют, мы знали, что мы проиграем, честно говоря, когда в первые 10 минут они нам закинули 5 голов, у меня такие мысли нехорошие стали посещать, что зря мы вообще согласились на все это. Не, ну а почему уже с мыслями с такими, что мы проиграем? Ну понятно, что в формате LFL играть даже в минус 1, это сложно, ты должен быть либо изначально на уровень выше соперника, чтобы компенсировать отсутствие игрока, но когда ты едешь с минус 2, ну это должен быть совсем никудышный соперник, чтобы в такой ситуации не обыграть. Константа явно не из таких. Константа в целом симпатичная команда. Но в этом году они особенно неплохо выступают. Ну неплохо, но как и многим другим клубам, им свойственна нестабильность. Очень-очень серьезная нестабильность. В целом симпатичная играющая команда. Стараются в пас и не чараются силовой борьбы. Я это изначально подчеркивал. Симпатичная команда. Ну да, Константа мне тоже нравится. Те матчи, которые наблюдал, показывают интересный футбол. Мне кажется, что если усилиться несколькими игроками, можно уже и на премьер-лигу. Ты знаешь, это тот вопрос, который он всегда висит в воздухе в отношении большинства команд. 78%. Вот если они усилятся, вот если добавят пару игроков, точечно, это как раз таки то, что произошло с нами в начале сезона. Мы как раз таки усилились. поподробнее, да. Мы, я помню, Володя Юдин интервью у меня брал и спрашивал, прямо в самом начале сезона, делился мнением об ожиданиях. Я сказал, что я ожидаю очень позитивный сезон, прям очень. Это не какая-то самоуверенность, надменность, но я реально оценивал способности. То есть, мы всегда выдавали, мы всегда играли хорошо, но мы были очень нестабильны. Хорошо не в смысле комбинационно, это аспект у нас всегда страдал. Наши сильные стороны всегда были в такой силовой борьбе, самоотдача, индивидуальное там мастерство отдельных ребят. Но нам очень жестко не хватало вот этой, как ты говоришь, точного усиления двух-трех и так далее игроков. И в этом сезоне в начале совпало так, что те, кого мы ждали чуть ли не весь прошлый год, они все подъехали, четыре игрока, плюс два вратаря. И это было очень серьезное усиление, я реально оценивал нашу силу, я понимал, что мы будем здорово играть. А дисциплины хватало? Ну, да, хватало. Понятно, что команда эмоциональная, все в основном такие южные ребята, хотя это во многом, знаешь, даже стереотип, что у нас много не южных ребят, но может быть... Ну, название команды само за себя уже, и все. Ну, и даже те, которые не южные, они, мы как-то вот, к нам приходят ребята, так, эмоциональные такие ребята, поэтому по сути, по характеру, наверное, да, но поэтому я понимал, что все будет здорово, но фактический расклад, он даже превзошел ожидания, потому что мы вообще шли на первом месте, мы после девяти туров на втором месте шли. Ну да, но мы анонсировали этот матч с Коммунаром, и там получилась крутая игрушка-то, на самом деле. С Коммунаром, слушай, я тебе, я вот уже говорил ребятам, пусть они на меня не обижаются, но с Коммунаром это настолько, настолько был классный, показательный матч, в том смысле, что к 45-й минуте, ты же всегда чувствуешь, футболист всегда чувствует силу соперника, по, особенно во втором тайме, когда уже силу немного прикадает, вот было полное ощущение, что Коммунар на последнем издыхании, где-то к 45-й минуте, вот уже настолько, то есть, там надо было один гол забить, я не знаю, с каким бы счетом закончилось, но этот предательский гол уже мы получили, но опять же, наверное, у вас будет еще вопрос, чтобы не опережать его, Коммунар, это более чем достойно занимает свое первое место. Ну вот, ребята, мне тоже, объясните, уже не первый раз слышу, не только от Ливана, еще, кто тоже Селиванов, ЩК, может быть, из Дюпеля 13, говорил, что, не только от вас, я слышал, что, ну, Коммунара, ну, это там не топ, это там, неусловно, не как в прошлом году Успенская, до этого Магистраль, там, еще, там, КПРФ, по-моему, кто-то, когда выходил, да, но с большим гандикапом, Титан, был запас, да, то здесь вот отмечают, именно, что Коммунар достоин выхода в премьер-лигу, но при этом, отмечать, что это, ну, как не мощная, если может так произвести команда. Вопрос ко мне? Иван, и к тебе, если есть, конечно, что сказать, и ребят, к вам тоже. Ну, что могу сказать, если просто даже по статистике посмотреть, Коммунар первую половину, первого круга, выигрывал с минимальными счетами, и победные мячи, и очень важные, переломные мячи, забивал Федор Зинченко. Вся игра строилась на этого нападающего, и мы, кстати, в передачах это много обсуждали и подмечали, и многие команды знали это, но мастерство Зинченко настолько высоко, вот особенно на уровне первой лиги, да, пусть на меня ребята не обижаются, но все-таки это не высшая лига, но вот тем не менее, да, вот как бы мастерства Зинченко просто хватало, чтобы вытаскивать эти матчи, и Коммунар вот очень хороший результат показал вот именно в первой половине, первого круга, за счет чего и сейчас лидирует. Но Коммунар нынешний отличается от той команды, которая вот начинала чемпионат. Он сильнее сейчас или? Он сейчас стал значительно сильнее, на мой взгляд, и тут ему конкретно, вот есть причина, это вот опять же, развал пив дома и приход туда людей, да, то есть Миша Сапаранович, да, и Соколов, который играл, да, в Мега Титане, и Дроздов, они все просто тут же вписались, как вылиты в этот коллектив тоже, это игроки не первую дивизиону по своему уровню, а выше лиги, и сейчас уже Коммунар уже как машина забирает все очки. Вот, ну, очень, конечно, большая заслуга Зинченко, что тогда набрали вот практически по максимуму. Ливан, ну, можно же сравнить, вот, кстати, Аланию и Коммунар, потому что игра строится через одного человека впереди, я имею в виду тебя. Можно провести такой параллель? Нет, в этом году уже нет, наверное, и слава Богу, но опять же, вот это, это пережиток, я надеюсь, прошлых сезонов, игра на одного человека и так далее, потому что это все время барахтание где-нибудь там в непонятных местах. В первых десяти турах картина была иная, то есть у нас был шикарный центр, который решал, создавал там преимущества, и наша задача была, и моя в этом селе, реализовывать, что, в принципе, здорово получалось первые десять туров. когда как бы этих ребят не стало. Где они? Куда они делись-то? Ну, как приехали, так и разъехались все по своему. Лучше бы уже не приезжали вообще. Надежду подарили. да, да. И выехали. Во Владикавказ вернулись, что ли? Ну, кто-то уехал на просмотр, кто-то уехал на Дальний Восток, тоже на другой просмотр, кто-то с травмами. В итоге, если просто посмотреть, у этих ребят статистика сыгранных матчей девять-десять матчей. Это, по сути, те матчи, которые они сыграли. У вас же профессиональный есть действующий, да, игрок? Ну, да, есть тот, который, к сожалению, он один раз только приехал. Поэтому, выиграли этот матч? Я не помню. Тимурду дайте. Вот, поэтому, лучше бы они не приезжали. Почему? Потому что я-то ходил уже какой? Да, да. Я уже там с людьми здороваться перестал там. Уже в премьер-лиге же в чате несколько. Да, я уже за людей всех не считал. Я там уже. А тут, как бы, видишь, чуть-чуть. Слушай, но при этом, самое интересное, вот, вы проигрываете, что на удивление, в основном, нижней части турнирной таблицы. Балтика, Арсенал. Подлянка еще так. При этом, вот, результаты. CDN 2, ничья 3-3. Феникс 2-1, Коммунар 2-1. Да, все. СП Каюк очень неправильно. 5-5 вы играете. С городком 3-3. С Атлантиса 5-7. То есть, такая тоже игра. Что называется, на тон. С Атлантисом вообще шикарная была игра. Принцип, по счету, да, 5-7, то есть, где-то вот рядышком. То есть, результаты такие, с топами, так скажем. Атлантис это вообще любимые, такие считали. Да, а при этом, с верхней частью. Как? Ну, к сожалению. Как так получается? Ну, вот, я как-то, вот, не вспомню с кем, то ли Макс с тобой, то ли с Володей, Юдин говорил, и отметил, следующий момент, как бы, и связывая его, в том числе, с Комунаром. Я думаю, что, в том числе, преимущество Комунара перед остальными, ну, помимо прихода сейчас игроков уже, это уже отдельная история, это, 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 это ментальная готовность быть лидером. То есть, ты выходишь на поле, зная, что ты должен выиграть, и ты должен 3 очка эти забрать. Мне кажется, что нам все-таки, мы привыкли, мы себя лучше в своей тарелке чувствуем, когда мы отыгрываемся, когда мы андердог, и когда нам нужно, там, минус 2 гола, и отыгрываться, сверхусилия, да, вот, наверное, а когда, опять же, мы шли на первых местах, я чувствовал, что, вот, как будто бы, ряд, ряд ребят, для них это настолько в новинку, давляло, да, что, да, где-то, где-то это сказывалось немножко, вот, кстати, но благо, тогда люди были, которые могли решать исход матчей, вот, поэтому, наверное, это, это, в том числе, упирается в разные качества отдельных игроков, в том числе, тот факт, что мы с аутсайдерами выходим, с ощущением, собственного превосходства, вот это дебильное ощущение, собственного превосходства, в отношении со всеми соперниками, но когда на сильного наталкивается, что-то, вот это подводит, это, это, ну, судя по турнирной таблице, ты смотришь, думаешь, ну, да, петрушки, вроде, казалось, но на самом деле, Балтика и Арсенал, это проверенные бойцы. Хороший, да, Балтика мне особенно, всегда Балтика нравится. А зимой это вообще, и зима, и вот это, это ихняя погода, играть, и Арсенал, где не надо бегать, соревноваться скорости, а вот именно в футбол надо играть. У Балтики вообще третий результат по зиме, то есть этот бронзовый призер из зимы. Очень, вообще Балтика очень достойная команда, и мне нравятся такие, которые, невзирая на, я не помню, чтобы в чате кто-то там, Саша или ребята, или на форумах разных, жаловались, ныли как ультра, которая бесконечно, ноид и ноид постоянно, что-то там не хватает, да успокойтесь уже. Так, Лёв, раскрой секрет, если уж ультра мы затронули, Паша Смык и Рома Камолов уходят усиливать Аланию или нет? Переходят? Паша и Рома мне постоянно говорят, Лёв, мы хотим быть частью Алании, мы в душе частью Алании, то есть это не сутка, я до сих пор не знаю. Ну вот, я не хочу на них давить, мы, говорит, душой с Алани, но неудобно перед ребятами. Паша Смык это капитан ультра, но Рома, нет, но вы в сайте обыграли их в последнем туре, 4-3, вот можно сказать, да, опустили на землю. Ну как опустили на землю, они наши молодые, мы им даем почувствовать, они всегда будут где-то около, где-то рядом. Но если откровенно, то каких-то сегодня, не то что проходных, об этом речи нету, просто слабых команд в первой лиге нету. И мы всегда часто на форумах возмущаемся вот этой системой, что 6 команд сразу вылетает, и как так можно. В принципе, в этом их большой плюс есть, это заставляет, мотивирует все команды, болота там нету. Это очень важно. Которые, да, не мотивированные могут отдавать очки, таких нету, и все бьются до победного. Это постоянно нахождение в какое-то состояние напряженности, что ты знаешь, не можешь расслабиться, тебе нужно постоянно усиливаться, думать об этом, держать в форме, заставлять ребят. Это вот этот живой процесс, который делает сегодня первую лигу, самая интересная из всех. И ребята с премьер-лиги разных команд, как минимум, двух-трех, говорили, что уровень первой лиги по интересу он явно выше. Нет, но я согласен. Именно по интересу понятно, уровень команд с премьер-лигой не сравнить. Это даже небо и земля. К разговору о том, что когда мы шли в первые 9 туров на втором месте, я же уже думал, ну вот в первую лигу разобрали там, не заметили бы. Давайте сейчас... Год избиений был бы. Кегли, Кегли, наверное, особенно согласны, что первый дивизион интересный. Кегли. Сейчас я спрошу про Кегли, просто давайте сейчас посмотрим таблицу бомбардиров первого дивизиона и вот я когда сегодня заглянул туда, я... Давайте посмотрим таблицу первых 10 туров. Какую таблицу бомбардиров? Я знаю, на что ты, Ливан, намекаешь. Сейчас мне не очень приятно на нее смотреть. Нет, я просто к чему хочу сказать, что когда я сегодня заглянул туда, я вообще не мог подумать, что это таблица первого дивизиона. Это Зинченко, это Ромашенко, который, давайте, напомним, Буфону забивал, да, и это на третьем... И Ульянин, да, вот трое, да, Ульянинков на вторую, извините, это человек, который выигрывал континентальную футбольную лигу, да, и 4 Титана отгружал, вот, и на третьем Ромашенко. Я вот зайду и никогда вообще в жизни не поверю, что это первая лига у нас. Просто бомба. Но в то же время хотелось бы зайцева тоже отметить, из-за Тероса, который достойнейший, да, среди таких бомбардиров идет на четвертой позиции. Вот пятерку замыкает Олег Филатов Константе, но мы показываем пятерку, но мы не можем в первой дивизии не показать шестерку. Шестое место. Спасибо, что шестерка назвали. Ливан Жиоев, да, из Алани. Но, кстати, ты с Игорем Кратаем, 79, по 22 мяча у нас забиты. Ну, к разговору о бомбардирах, да, ты правильно сказал, на самом деле, такие ребята, поигравшие на высшем, ну, Ромашенко вообще, как бы, ребята, это самый высокий уровень, который, какой еще может быть выше. Но, ты знаешь, я бы отметил все-таки Ульяненкова. Ромашенко отмечать смысла нету, ему как бы, ему положено. Он играл на высшем уровне, еще бы он не выделялся. Другое дело, что честь и хвала, что он в своем возрасте держит себя в отличной форме. Но Ульяненков, я считаю, однозначно номер один в нашей лиге. Не Зинченко даже? Нет, Зинченко, наверное, он самый полезный игрок. Безусловно, судя по тому, что и гол плюс пас, он стабильно в каждом матче 2-3-4 очка зарабатывает. И явно, наверное, выиграет, если, дай бог, без травм обойдется. Но Ульяненков, именно как нападающий, он, конечно, на голову выше остальных. Я, да, мы с ними играли, кстати, мы их выиграли 5-7. Я помню тот матч, но там можно сказать, что он один бился. И он бился прекрасно, потому что я видел, что у нас в атаке еще пошла игра. Прямо мы вот забивали, но если бы не этот фактор, я думаю, что... Ну, Улья Нико вообще такой форвард, которому, мне кажется, никто не нужен. Дайте только мяч, и он будет... Ну да, очень-очень сильный и классный форвард. То есть, среди нападающих в первой лиге это однозначно номер один. Именно как бомбардир. Как полезный игрок Федя, да, он сам полезный. Ливан, про Кегли хотел спросить. Команда вернулась, точнее, опустилась на лигу ниже, по собственному желанию. Вот вы проиграли 4-2. Скажи мне, что думаешь о Кеглях этого сезона? Ну, добротная, хорошая команда. Есть ряд команд, которые, наверное, в игре которых нельзя выделить какое-то одно сильное, выделяющееся качество. Но вот по какой-то совокупности, ну, наверное, Кегли из таких, они запомнились чем? Какая-то достаточно слаженная игра, какое-то отсутствие эмоциональности, свойственное многим командам, не побывавшим на верху. Ну, они играли на высшем уровне, они, наверное, знают, как играть с самыми сильными коллективами. Соответственно, у них был там какой-то отрезок был у них не самый удачный. Но в целом, добротная команда. Я не думаю, что, я их вообще не вижу в пример лиге, я думаю, они сами себя не видят. но где-то в районе, не знаю, первой восьмерки, ну, могут быть. Выше пятого, мне кажется, вряд ли. Ну, я не думаю, просто я не вижу качеств, которые бы позволили им быть выше таких команд, как там, ну, не говоря уже Феникс, становились там достойная первая пятерка, очень приличная. Но выше нет, наверное. Ну, в целом, добротная. Возвращаясь к Алане, Алимат, скажи, пожалуйста, победа над ультрой, она так немножко вас отпустила, что называется, так, груз ответственности, может быть, вот эта их неудача как-то всплыла. С ультрой? Да. Да нет, но это же, у них груза это лежит, они нас не могут выиграть уже сколько лет. Не, но у вас даже не то, что именно конкретно ультру вы обыграли, а именно то, что вы долго не могли выиграть и вот сам факт победы. Как-то... Там скорее особо эмоции были связаны с тем, что мы, по-моему, 3-1 проигрывали где-то и мы до последних там, на 50-м минуте мы еще проигрывали где-то в два мяча, по-моему, точно не помню. Вот. И как-то собрались и мы вырвали победу на последних минутах буквально. Вот. Вот это запомнилось. В остальном, в остальном... Ну, ты с улыбкой говоришь сейчас о команде, об играх. Краткие итоги вот этой части сезона для Алани. Подведи, пожалуйста, успешно, неуспешно, что понравилось. В любом случае, независимо от того, что мы занимаем сейчас неприятное 12-е место, конечно, в целом впечатление положительное, потому что мы успели побывать и на первом месте, причем не разово в результате одной-двух побед в первых двух турах. Достаточно долгое время шли. Вот. Это, наверное, номер один фактор. То, что удалось в какой-то момент наконец-то почувствовать то, чего мы там года три не могли, вот, почувствовать это ощущение стабильности. У меня очень давно не было этого ощущения. Первые 10 туров оно явно было. Я был спокоен за предстоящие игры и так далее. Вот. Вот второй момент, конечно, это, слава Богу, что уже вот завершился этот отрезок и сейчас очень надо обстоятельно подойти ко второму кругу. Понятно, все будут усиливаться, пересмотрят, там начинается ключевой отрезок борьба за выживание и так далее. На минуточку мы опустились на 12-е место, а там и до 14-го, 15-го, до мясорубки не так уж и много. Поэтому, естественно, расслабляться нельзя. Но и вот это ощущение того, что ты не можешь себе позволить расслабиться вот в этом дивизионе, наверное, это одно из главных таких промежуточных итогов. Зависну ты спокоен или в таком больше тревожном состоянии? Наверное, уже спокоен, потому что наступила определенность теми ребятами. То есть, ну как бы, да, им спасибо за определенный период, они нам очень сильно помогли, у них сейчас свой дальше путь, и будем их кем-то менять. Но, да, есть уверенность, что все будет в порядке. Я думаю, что закончим сезон в первой восьмерке, я думаю, закончим. Ну, это будет, на мой взгляд, хорошее достижение с первой восьмерки вы закончите. в принципе, Складывался. Иван, мы бы хотели, чтобы ты с нами еще обсудил другие матчи первого дивизиона. Дим, что у нас интересного? Давай поговорим. Самое, самое интересное вообще, что может быть, вот, самое вкусное сладкое, как сейчас принято говорить, это, конечно же, нулевая ничья, безголевая между Арсеналом и Фениксом 9. Никто не мог ожидать. Для LFL это удивительное событие. А что больше удивительное? 0-0 или то, что ничья между Арсеналом и Фениксом 9? Отсутствие голов, это, конечно, номер один, особенно, когда один из лидеров играет такой, как Феникс, и не забить вообще ни разу, да и Арсенал достоин саппелек, наверное, это в первую очередь. Второй момент, то, что Феникс все-таки, видимо, что-то у них, внутренние процессы какие-то не позволяют, у них на убыль чуть-чуть пошли результаты, и это удивительно. Помня, как я присутствовал на матче, как они Коммунара в одну калитку, именно в одну калитку вынесли, то есть там было просто подавляющее преимущество. Видимо, нету вот этой, о чем мы говорили, ментальной стабильности, устойчивости, а может быть, тупо дело в травмах, отсутствиях игроков, может быть, я не настолько погружался, и раньше с их руководителем Сергеем у нас после созванивались, но в последнее время не хочется беспокоить людей, когда они не самые лучшие результаты у них, поэтому будем надеяться, что они поправят станцию. Но я думаю, Феникс, мне кажется, не отдаст второе место Атлантису. Ну, смотрите, про Феникс 9, действительно, нулевая ничья и СПК Юг, наверное, тоже надо отметить, в прошлые выходные СПК Юг выигрывает 3-2 Феникс. Но СПК Юг, насколько я понимаю, сейчас переживает некий такой свой рассвет. Во всяком случае, команда прибавляет и прибавляет видно по результатам даже. Согласишься? Ну, я с тобой соглашусь и более того, в первые 10 туров, когда вот ситуация чуть иная была, и лидеры были другие, я тогда помню, обратил внимание, что как все-таки здорово, что по итогам прошлого года ну и мы, получается, и СПК Юг, мы, по идее, должны были начать сезон во второй лиге. И как здорово, что все-таки так вышло, потому что СПК Юг, он шел-то в лидерах вообще, на минуточку, там в первой пятерке они шли. И это здорово, что благодаря и нам, и СПК Югу, мы вот как-то разбавили группу лидеров. Но я не разделяю вот того ощущения, что СПК Юг, он может что-то навязать на дальней, на долгой дистанции. Мне кажется, нет. Я играл с ними, я видел, просто приезжал, когда пораньше их матчи. Мне кажется, это хороший такой середняк, не в обиду им сказано, середняк, но в группе лидеров я их почему-то не вижу. И победу над Фениксом я бы рассматривал как сенсацию. Вот мое мнение. Либо я так к Фениксу отношусь. При этом два раза обыграли Феникс 9, 3-2, в первом круге тоже. Ну вот да, в первом круге, я помню, первый или второй тур там был, первый, да, да, они обыграли, ну вот, как ЦСКА тоже Реал обыграл дважды, но не вышел. Поэтому я бы не стал тут какую-то закономерность выглядывать. Видимо, просто смогли настроить себя на конкретный матч, на конкретного соперника и сделали это удачно. СПК Юг проигрывает, точнее выигрывает Феникс 9, но на следующий выходной проигрывает СДН 2. 5-2. Максим, у нас есть видео этого матча, сейчас оно на экранах. что произошло в этом матче, там какая-то заварушка была, так и никто не понял, вот, и второй момент, собственно, поделали и расскажи нам об этом матче. Да, Максиму, кстати, ходят уже такие слухи, что для СДН 2 вот эти вот повышенные эмоции, где-то даже перепалки с соперником, это уже в традицию входит. Ну, не знаю, насколько это традиция, Максим, Илеван говорил, что Алладия это эмоциональная команда, СДН 2 у нас тоже очень эмоциональные ребята и тоже бывает и заводится, ну, Зварушка там, как там был игровой момент, жестко, правда, сыграл наш центральный защитник, но до этого и против него также жестко сыграли. Там просто вот такое стечение обстоятельств, что вот Ираклий Швенгеразе получил травму в этом эпизоде, я ему через передачу желаю здоровья, знаю его лично тоже, вот, ну, так вот, там вышло, просто завелись, опять же, обе команды вышли на поле, но не дошло ни до какого рукоприкласса, там все в итоге нормально. Ну, по счету 5-2 достаточно уверенно, да, если так? Счет выглядит достаточно уверенно, но не так уверенно выглядела игра, поскольку ЦДН2 проигрывал вообще 2-0, пропустили, сначала получили пенальти, который был вообще никаких вопросов, 2-0 отыгрались, да, отыгрались 2-0, получили пенальти, во-первых, стресс, отыгрываться по такому полю всегда сложнее, но в течение минуты еще тут же пропустили с игры, то есть 0-2, еще психологический перевес был с по каюк, но тем не менее. Какой минуте вы проигрывали? Это середина тайма была, середине, да, то есть в середине тайма первого, даже уже, наверное, началась вторая 15-ти минутка, получили 0-2, но, опять же, Альберт Осколков присутствовал на этом матче, то есть мы говорили, что он и CDN, и CDN-2 тоже помогает в тренерском плане, но смогли перестроиться, взять себя в руки, до перерыва сравняли счет 2-2, ну и у нас CDN тоже есть свой бомбардир у второй команды, он в десятку каоцей, в десятку форварда входит это, в данном случае Витя Федоров забил два шикарных штрафных, сделали счет 4-2 во втором тайме, ну и пятый гол новичка Кости Шишигина, вот так складывался матч, на самом деле мог он иначе сложиться, у CDN интересная ситуация, если осколков, например, не приходит на CDN-2, идёт на CDN, то CDN более-менее нормальные результаты, потом наоборот CDN не очень играет, как-то две команды играют по-разному всегда, то какой-то был спад, у CDN-2, помните, там поражения были, вот, потом у CDN, вот осколков, конечно, сметится тоже на два фронта, это тоже тяжело. Ну, поэтому стараются игры ставить, чтобы они совпадали, в данном случае у нас одна за одной игра шла, только 10-минутное наложение было. Дим, что у нас ещё интересного, что о чём рассказываешь? но если мы обсуждали без голевую ничью, я предлагаю обратить своё внимание на 6-6 между, собственно говоря, Портером и Балтикой. Вот, казалось бы, да, вот мясорубка, которая происходит внизу, турнирная таблица, она сказывается и на лидерах, совершенно точно. Ну да, Портер, наверное, не стоит к лидерам причислять. Ну, почему же? Мне кажется, потенциально, потенциально должны бы, должны бы при наличии такого форварда, им бы, им бы надо бы усилиться или добавить, потому что таким же форвардом. не солидно, не солидно иметь такого форварда и не соответствовать сейчас я уже обижаю, да, получается? Место в турнирной таблице? Ну, я имею в виду, что там усилиться бы им парочка игроков, потому что чересчур большая разница между, ну, Ульянников, на мой взгляд, очень выделяется. Как-то поддержки бы побольше, наверное, ему. Вот, в этом случае, мне кажется, Портер мог бы претендовать на что-то более серьезное и впоследствии в том числе. Но ты прав, да, конечно, такой счет, он даже для ЛФЛ достаточно редкий, 6-6. Но тут я бы в первую очередь отметил не Портер, а и не Форвардов, и Ульянников там много голов забил, именно Балтику. Вот, потому что Балтика, опять же, в этом матче, она, Балтика достаточно такая духовитая команда. Да. И, то, что они сделали в том году, в первых девяти, первые девять матчей именно было девять поражений. То есть, это даже морально, это можно положить крест на сезоне, мне кажется, большинство команды так и сделало. И в этом примерно так же. Ну, в этом, да, в этом они уже поменьше, они поняли, что с огнем нельзя так играть, да, и где-то 5-6 матчей всего лишь проиграли. Но, опять же, правильно ты подметил, они по зимним результатам, позднее осенним, зимним, они одни из лучших. Они там, по-моему, 5-6 матчей выиграли в последних семи-восьми. Поэтому Балтика очень достоин команда, и они, они, я думаю, еще будут подниматься. Так что, в этом случае, я в первую очередь, Балтику бы отметил. привет, так скажем, да, в хорошем смысле слова, говорим спасибо, потому что, ну, держит команду на уровне. Да, ты правильно сказал, после 9 поражений многие бы поставили бы крест, а здесь и команда остается, и команда еще будет подниматься. И Андрей Глубич Черняев, кстати, по прозвищу Бати, которого все знают, легенда нашего западного ФЛ, тоже по-прежнему приезжает на матчи, поддерживает, и его лепта в этом успехе зимним тоже есть. Безусловно. Дим, идем дальше. Да, отметил бы еще также матч между Кеглями и Портером. Не совсем понятный и типичный счет. 5-1 здесь, на мой взгляд, и для Кеглей это перебор. Ну, и, в общем-то, говорят, для Портера, честно говоря, тоже такой счет, он на руку не идет, это точно. Ну, я бы, счет, конечно, крупный, но, честно говоря, потенциал у Портера, опять же, по вышеозвученным причинам, такой, что они могут в каждом матче отгружать по полной. И то, что им в этом матче удалось еще ворота сохранить в неприкосновенности, всего лишь один пропаситель, в честь и хвала их обороне. Если, мне кажется, Кегли, я не увидел, за счет чего они могут противостоять такому нападению, которое имеется у Портера. То есть, мне кажется, это такая команда, которая изначально не должна позволять гандилкап какой-то создавать, потому что отыграть его уже, наверное, для них будет невозможно. В продолжении твоей мысли, кеглям легче не пропустить, чем забить. Вот они могут закрыть, в принципе, любого того же Ульяненкова, они могут съесть, там, за счет индивидуальных действий, да, один в один играть, плюс подстраховка и так далее. То есть, это могут. Но вот играть первым номером, кегли должны в первой лиге где-то 50% матча точно играть с позицией силы, да? Но, опять же, ты это говоришь, потому что они вышли с премьер-лиги, да? Но они не хотят, по-моему, играть первым номером. Они готовы каждый матч играть вторым, может быть, они не могут. Они, наверное, и не могут играть. Это не в упрек сказано, но вот просто не могут играть. Да, это просто стиль такой. Я здесь с Иваном согласен. Не то, что они там, может быть, они и хотят, они же в дубли-то играют первым номером, и им деваться некуда. А здесь они не знают, просто, что делать. В том и силу кеглей, что они знают свои возможности, максимально их используют. Но здесь кеглям вопросов нету. Они очень грамотно подходят к матчам, к распределению сил, понимают, где, как, с кем играть. Кстати, ты только что сказал, что они могут индивидуально там, в том числе. Ты знаешь, я думаю, не только кегли. Я, в принципе, вот с кем играл, я играл со всеми соперниками, ни один матч не пропустил. Я не вижу, не увидел, в принципе, кого-то, кто может индивидуально один в один с Ульянниковым сыграть. именно так, чтобы его закрыть. Никифоров нет? На из кегли? Да нет, я нет. Я понял, как вообще нет. Я думаю, нет. Ну, может быть, я не знаю, при невероятном стечении там и в фарте каком-то, но нет. Максимум коллективно как-то его останавливать, но он слишком хороший. Но вот коллективно... Вы думаете, он мне не заплатил, чтобы я его нахвалил, просто я... Да нет, ну мы с тобой согласны. Мне нравится наблюдать сильного нападающего, я вижу в нем этого сильного нападающего. Я сам нападающий, и мне... у меня... я восхищаюсь, когда вижу сильного, мощного напада, который сочетает много тех качеств, которые мне очень нравятся. Но у Ульянников вот прям... Да нет, ну тут даже говорить нечего, топ-топ-форвард. Ну резинчатка один-в-один, на мой взгляд, тоже... Слушайте, по эффективности вот вспоминаю, был такой мощнейший нападающий, Роман Саркисян, знаете такого? Очень. Вот говоря про эффективность нападающих, я сразу... Слышали такого, да? Да, сейчас играем. В чем, кстати, заведение мы находимся. Да, сейчас. Вот это совпадение. По совпадению. Дим, давай еще, что есть у тебя? Да, в общем-то, все. Хотел бы еще у Ливана спросить про ничью с городком 17. И вообще, вот чувствуется, чувствуешь ли ты, и Алания, ты расхваливал Арсенал, Балтику, вот с городком в ничью сыграть. Чувствуется ли вот этот прессинг со стороны, так скажем, нижней части турнира таблицы, потому что вы, на самом деле, не так далеко уже от этой красной зоны. Ну, да, правильно ты говоришь. конечно, глядя обстоятельствам, реалиям в глаза, конечно, да, мы уже понимаем, что опасно уже. И тут самое, наверное, даже главное в этой ситуации, что соперники-то грызутся и очки набирают, и можно просто расслабиться на несколько матчей и не заметить, как ты окажешься вот в этой красной зоне. Я думаю, что тот же городок, кстати, городок мне тоже всегда нравилась, симпатичная такая команда. Опять же, говорят, что всем требуется оселение, но вот им прям вот очень требуется. У них парочка таких интересных игроков, прям очень техничных и очень грамотных, сильных. Вот чувствуется, что им быть в помощь одного-двоих прям, вот прям у них бы игра, мне кажется, совсем по-другому складывалась. Но, не знаю, видимо, по каким-то причинам не складывается, не получается, но сезон обещают. А, и к разговору о командах я все-таки жду больше от новой Москвы. Очень неуступчивая команда. О двух матчах мы еще поговорим. Это новая Москва, Атлантик, у нас есть видео, сейчас можно посмотреть. И здесь, на самом деле, в одну калитку, ну по счету, опять один Атлантик выиграл. Это Атлантик сейчас настолько хорош? Знаешь, я этот матч смотрел... Я просто думал, что новая Москва, извините вас, что перебиваю, что навежит борьбу. Как это было в первом круге. Вот так получилось, что я оба матча смотрел. Первая была трансляция, а второй я приехал, мы после них играли. Я весь конец первого тайма, весь второй тайм смотрел. Даже нет, середина первого тайма. конечно, было понимание, что Атлантис должен забирать этот матч. То есть, либо там какое-то стечение, либо нефарт какой-нибудь мог помешать. Они явно лучше в комбинационной игре. Но новая Москва, наверное, могла сыграть лучше. Показалось мне в какой-то момент, что новая Москва решила потягаться с Атлантисом в их сильной стороне в комбинационной игре. Вот. Мне показалось, потому что был ряд моментов, когда их тренер, отец играющих ребят, он прям кричал, орал, ну бейте же вы уже. Были позиции, когда вместо ударов они пытались катать и так далее. Но это было глупо, когда ты играешь с Атлантисом. Это глупо. Надо любой возможность стараться использовать. Вот. заметил, было много, знаешь, таких наивных попыток обыграть профессионала. И, кстати, в нашей игре это тоже было. Я помню, играли. Слушайте, с кем мы играем. Это вчерашние ребята, которые играли в Лигах Чемпионов и так далее в сборной России. Так как мы хотим обманным движением там Ромашенко обыграть, обманным движением там Коротко обыграть. Ну, кстати, Лиман, я здесь не совсем с тобой согласен. В таких матчах не надо думать, что он Лиги Чемпионов. Вот до матча подумать и после матча. А вот в 60 минутах... Я понимаю твою мысль. То есть, трепета какого-то не должно быть. Почему не обыграть? Можно вполне. Но ты должен от своих реальных сильных сторон отталкиваться. Переиграть в комбинационной игре Атлантис, но если ты думаешь, что ты это сможешь сделать, ну, готовься получить тогда свои ворота. Позиционный согласен. Поэтому использовать свои сильные стороны. Получится, нет, другое дело. Поэтому я думаю, этот матч Новая Москва она бы проиграла в любом случае. Особенно по погоде. Новая Москва немножко мне нас тоже напоминает. Команда любит побороться, а на скользком покрытии там без вариантов. Поэтому Атлантис бы забрал этот матч в любом случае. Но они могли сыграть чуть получше, пограмотнее, наверное. Но опять же, мы не профессионалы, мы любители. С задним умом все сильные. Как все себя называют в Атланте, они сейчас тоже любители. Поэтому если ты подойдешь, спросишь, вы профессионали? Ну, да, они скажут, нет, мы любители уже. Но суть в чем, еще когда играл в Атланте в премьер-лиге, мы говорили, что Атланте это тоже зимний чемпион. Был у нас в премьер-лиге. Это их футбол и сейчас крайне сложно с ними. Весной, осенью их еще можно перебегать. Где-то прихватить. И будут однозначно поражения. А сейчас, когда поле не позволяет делать это качественно, постоянно, то Атланте, конечно, будет выигрывать. В том числе по этой причине я ранее сказал, что я почти не сомневаюсь, что Феникс второе место заберет. Подожди, мы сейчас посмотрим таблицу и поговорим еще один матч крайний, который хочу отметить. Это классика Дюпель-13. Ну, казалось бы, последнее место Дюпель-13. 5-2 победа Дюпеля. Но я почему хочу заострить внимание, потому что Сергей Селиванов по прозвищу Щека сказал в своем интервью, что мы отыграемся за первый круг, на них прям, ох, как отыграемся. Ну, 2-5. Можешь считать, как прям отыгрались? Да, я считаю, что можно сказать, учитывая вот то, что Лева говорил в общий уровень дивизиона, да, и то, что все соперники кусаются, и в том числе классика, которая на последнем месте находится. Я думаю, что Щека должен быть более чем доволен с счетом 5-2. Вот у меня такое мнение. Хорошо, Максим закончил свою фразу. Должен быть доволен. Вот прям лучше не скажешь. А вообще Дюпель, ну, он не феерит какими-то стабильными результатами. И действительно, одна еще плюс победа к ряду, это хороший итог. Ребят, ну давайте не будем забывать, классика играли минус 1. Это как раз-таки игра на двух соседних полях была. И поэтому я одним глазом Атланти смотрел, одним глазом их смотрел. Они играли с... в Миншинстве приехали и играли минус 1. Поэтому при минус 1 в зимний футбол с Дюпелем, которая немножко как Атлантис любит именно играть в комбинационные без там вот этого жесткого перемещения футбол, с ними 2.5 при минус 1 это вполне достойно. Ну да, вот при условиях что, классика еще минус 1 до 2.5 это... А в целом, два слова еще, классику их такое низкое место, оно меня существенно удивляет и удивляло. Почему? Потому что вот тот период 10 туров, когда мы были там наверху, да, наверное, самый сложный матч, ну, один из самых был в классику. Мы до последней минуты, до последних минут у нас была ничья 1-1, мы только на последних вырвали эту победу. И это был нереально сложный матч, у нас был полный сбор, у нас был сильнейший состав, они оказались в сумасшедшем сопротивлении. Почему они сейчас внизу? Не знаю, может быть, традиционные для всех проблемы, но у них они что-то очень жестко сказываются. Я могу тоже сказать, в свою очередь, CDN2 тоже был очень сложный матч против классика и проигрывали, классика повел 1-0, и то есть с трудом тоже вытянули 4-2. Такое ощущение, что у классика вообще все такие матчи, но только один особняком вот кеглям они вот я, кстати, хотел сказать, я тебе гляд, прям тоже кратенько, разгромный счет, я смотрел тот матч и я честно могу сказать, что классика играл нормально, то есть я не увидел того, что, как это мы говорим, счет отображает то, что происходило на поле, нет, реально классика играл неплохо, хорошая команда, он не забил, там 1-2 момента и начал пропускать, но я не могу сказать, что они даже рассыпались, они играли, они создавали моменты, но вот почему-то у них у кеглей все просто, ну почему-то такой счет, сложно как-то объяснить его, ладно, давайте посмотрим сейчас, друзья, подождите, господа, вы про мою любимую команду забыли, иначе я не буду продолжать разговор, Adidas, почему, почему, Adidas мне с первых туров, туров очень сильно понравился, я вообще, я, я ожидал, что результаты будут лучше у них, но вот в последнем матче, наверное, сказывается фактор вот этой молодости, которая у них все-таки базовый, да, принцип набора у них, там все молодые ребята, но даже тот матч, который мы с ними сыграли, ну там крупный очень счет был, 10-1, но они играли, они играли очень круто, то есть в комбинационной игре они, конечно, нас переигрывали, мы их, можно сказать, ну задавили нашими сильными кастями, но они переигрывали, и поэтому я от них жду во втором круге гораздо большего набора очков, чем сейчас, опять же, зимний футбол, может быть, молодость и так далее, сейчас им может быть морально, морально нужен этот перерыв, вот как-то передохнуть, и потом, я вообще, у них, по-моему, корпоратив будет на этой неделе, что-то, каждый тур корпоратив, ну в общем, последнее время они не очень хорошо играют, но, может быть, корпоратив зачастили, да, я думаю, что, во-первых, одна из лучших, самых приятных, и комбинационно, такую же команду, просто, фактор молодости, как-то перебород, добавить, может быть, пару таких жестких игроков, которые в любой ситуации, там не будут руки опускать, а там давить, рубить и так далее, я думаю, у них все будет в порядке. Но если взять первый один с команд, то, кстати, только у Adidas разница минус. Все остальные в плюс. Тоже, наверное, говорит. Кстати, к вопросу о корпоративах, сегодня эта тема проходит, да, через всю передачу. Вот, игру в турбины, Антон Селезнев, которого мы хотели видеть здесь, тоже в студии, вот он в последней нарезке у Павла Седова, сказал, вот, что приходит, сейчас зимняя пора, пара на этих праздников, и корпоративов, и играть становится все сложнее. Вот такой вот, кстати, во всех абсолютно роликах Паши участвует, да, и мы обязательно отметим. Ну, уже в 2019 году, сейчас турнирная таблица первого дивизиона, первая пятерка, Ливан, Коммунар с большим отрывом идет, наверное, не отдаст, не отдаст, Феникс, Атлантис, ЦД, ну, вот так даже, тройка, что думаешь? Коммунар не отдаст, второй будет Феникс, там еще пару ребят не заберут. Атлантис не фаворит, за второе место? Я думаю, я думаю, тройка, пардон, третье место будет Атлантис, и несмотря на то, что вот их сильный футбол зимний, в первую очередь, но все равно они будут в большей степени выигрывать, но будет и поражение. Но Фениксу я отдаю второе место, слишком уж хорошая команда, чтобы как-то чересчур серьезно воспринимать последние неудачи. Ну, такой какой-то период не самый удачный. СДН-2? СДН-2 не веришь. СДН-2, СДН-2 вообще не воспринимаю. Третье место Атлантис, СДН-2, да, четвертое место. Ну, давай ему одно поражение. Давайте отметим команду, которая еще идет вот в этих переходных матчах, это Турбина. Кстати, вот Турбина, что мне нравится, она говорит не только за полем, да, как это показывает ее инстаграм, она еще делает на поле, и пятое место тому результат. Турбина везде говорит. Да, везде говорит, и главное, 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 да, на поле. Вот, пожалуйста, пятое место. Закономерно ли вам как-то? И Балтику обыграли, вот, 3-1 зимний украинский чемпион. Я думаю, да, да, но с учетом того, что по идее, Адидас бы должен был быть там, на пятом месте, при их, я ожидаю, возможностях и способностях, уровня команды, то, в принципе, сегодня, я бы сказал так, Турбина, она в моем понимании, как кегли. Они прекрасно осознают свои сильные стороны, они, у них достаточно несложный, не в смысле тривиальный какой-то, просто несложный стиль игры, но они из этого стиля выжимают по максимуму. Но это тоже искусство, как у кеглей, так же у Турбины, играть по своим сильным сторонам и способностям, это тоже надо уметь. Да, безусловно. К этому нужно прийти вообще, еще и прийти, да. И ментально где-то, да. Как написал Паша Седов, два признака того, что вы не признанный гений. Первый признак, вы гений, второй вас не признают. И на мой взгляд, это, конечно, его огромная заслуга. Символично, что именно он подписал. Да. Не, его заслуга, безусловно, да. Лиман, вообще он, извините два слова, и вообще, мне нравится, что он не только своей команде уделяет внимание, а в целом он общему делу LFL достаточно посвящает премии силы энергии. Правда, порой это в таких черчур оригинально специфичных формах, но по большому счету он делает благое дело. Нет, нет, здорово, мы уже не отмечали. И не раз нижняя часть турнировой таблицы, Лиман, ну, классика вроде бы на последнем, но при этом вроде как не безнадежно. и все же, Интерослава, Москва, Ультра, Балтика, Виер, Арсенал, это кто все-таки выборник из зоны стихии, как ты думаешь? Ну, во-первых, Дюбель уже выпрыгнул, надо отметить, что, в принципе, было ожидаемо. Я думаю, что Балтика и Балтика должна выскочить, Ультра однозначно должна, хоть там Рома ноет постоянно, что у них там не сбор и так далее, просто, ну, уже прям в слезах весь этот и WhatsApp, наша группа, и 50% из них романы. Но действительно значительная доля права в этом месте. Они на самом деле играют сильно, стремительно, качественно, но, наверное, одна из тех команд, когда им нужен прям 100% сбор. Если у них хотя бы одна-две позиции проседает, то им уже очень тяжело. Вот им нужно в оптимальном состоянии подходить к каждому матчу, иначе не будет проблем. Если эту проблему не решат, я думаю, останутся. А вот Арсенал, мне кажется, нет, мне кажется, не выпрыгнет. Интерос вот очень симпатичная мне команда, очень хорошо играет в атаку, но мне кажется, чересчур сильный дисбаланс между атакой и обороной, и в целом укомплектованностью, для того, чтобы долгосрочно игрокомплектованностью. Вот не знаю, как у них в этом году, мне кажется, но если не напрямой, то в переходной они, но выше переходного, я думаю, вряд ли. Не знаю. Вот как-то им надо этот вопрос решать. Чересчур ставку на одно качество атаку делает, без сложных. Веер наверное, наверное, не сможет. От Веера я ожидал чуть-чуть больше вообще перед стартом сезона, но как-то у них потом игроков разобрали, там своя история у них была, но чересчур они много потеряли, если прям кардинально состав не обновят, прям кардинально, не просто 1-2 человека, а 3-4 очень классных игроков не потянут, не смогут, просто не так что я думаю, что вылетит. Я думаю, вылетит не успеет. За что он 4-3 гласит? За что он? 4, да. А классика это вообще? Да, 4 команды, а не 6. А кто там еще внизу, что-нибудь забыли? Классика Арсенал, ты сказал, классика Арсенал и Интерос. А кто там еще у нас? Ультра Балуцкут, ты сказал, что чуть выше кто там на фоне? Еще Номор Москва, когда друг взгляд живая. Кого-то придется. Кого-то придется, наверное, выбирая между Интеросом Интерос, да, но наверное, ультра, я думаю, все-таки она выпрыгнет. Наверное, в Балтике будет сложно. Друзья, тем не менее, за что мы любим футбол, да, все-таки за его непредсказуемость. Мы можем говорить все, что угодно, как угодно, а рассудить нас только футбольное поле. Леван, спасибо, что ты сегодня пришел к нам, также скоро Новый год, пожалуйста, пожелаем что-то телезрителям, может быть, команде своей, что-то. В первую очередь, я хочу пожелать всем, чтобы следующий год, во-первых, я хочу, чтобы каждый сделал правильные выводы заканчивающего, истекающего, уходящего сезона года, года. Все-таки футбол, как ни крути, это для нас хомби, развлечение, не считая этих зажравшихся команд премьер-лиги, представители, которые процедят на них, это еще складывает заработок. Поэтому я желаю правильно оценить прошедший сезон, поставить хорошие, правильные цели, обязательно цели, без цели нельзя, на следующий сезон. Именно такие цели, которые будут заставить выходить из зоны комфорта и достигать их. И примитивно к футбольному полю, чтобы каждый оставшиеся 2-3 месяца до возобновления чемпионата провел правильно, качественно усилившись, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прошлые месяцы. Поэтому успехов на футбольных полях и, наверное, еще я бы хотел, чтобы мы команды первой, первой лиги, наверное, обо всем ЛФЛ рановато говорить, ну и в принципе мы были гораздо более сплоченные, потому что часто доходят до каких-то вопросов и наблюдается все. так что сплоченности без стран, успехов, удачи, чувства юмора и мужского отношения к этому делу, которое нас всех сплачивает. недели. Ну это очень важно, замечательные слова. Друзья, напомню, что это у нас была предновогодняя передача, это заключительный выпуск в 2018 году, мы уходим на перерыв на два месяца, этот год мы работали как могли, старались освещать все лиги по возможности, этот год был Максим Киселевым, Максим, что можешь сказать зрителям? Я хочу пожелать зрителям хороших праздников, отлично отметить Новый год, покушать салатик, оливье, мадаринов поесть, в общем, как следует отдохнуть, в перерыве тоже восстановить силы, тем, кто приболел, чуть-чуть поправить здоровье, тем, кто это здоровье имеет еще более укрепить его, чтобы с новыми силами, в новый сезон с хорошим настроением, вот такое пожелание. Также нам постоянно говорил обо всем и правда и в Сен-Сангельской информации. Дмитрий Евсёв, Дим, тебе слово. Да, наверное, я окажусь немножко оригинальным, да, и скажу, что пожелаю забыть вообще о футболе на ближайшие две недели, удивляющее все время семье, праздником, у многих уже не первый год существует, у многих кто-то приходил сюда подростком, уже у многих дети, поэтому уделите им внимание, время, хоть иногда, да, и хорошо проведите собственно говоря эти новогодние праздники. Ну и я, Михаил Меркулов, на вас тоже работал, я пожелаю в первую очередь любите друг друга, берегите друг друга, ну а мы с вами увидимся на футбольном газоне и на передаче через несколько месяцев в марке и с наступающим Новым Годом, до свидания. С Новым Годом, друзья. игорь Негода, «Играет областьма»